Биткоин и эфириум. Какой следующий шаг? Давайте узнаем на графиках. Ох, господи, на биткоине у нас большой дамп. Когда мы разговаривали с Тоном Вейсом, мы говорили, что тут у нас М. И то, что это была линия на песке. Это восходящая линия тренда, и когда она пробьется, на этом всё. На этом финиш. И вопрос сейчас такой, будет ли памп в ближайшее время, который выкинет всех медведей. Поговорим об этом и много чем ещё в сегодняшнем эпизоде. Сегодня у нас суббота, и я собираюсь на Коинспейд-Ивент. Здесь, в Дубае. Буду спикером там. Буду говорить про монетарную революцию, которая грядёт у нас очень быстро. Там будет интересно, и я надеюсь, что вы, ребята, там будете тоже. У нас тут просто замечательное время в Дубае. Очень много разных конференций, разных ивентов, на которых я являюсь спикером. Если вы хотите увидеть вещи, которые я уже сделал, совсем скоро я запущу полную картину в Инстаграм. Так что тоже зацените. Также, для всех, кто был на нашей встрече вчера, я оставлю ссылку в описании, в которой будут все фотографии и прочее из этой встречи. Так что тоже зацените. Фотки будут внизу в описании. Можете сами всё посмотреть. Теперь каждый раз, когда я буду проводить эти встречи, со мной будет фотограф. Так что, если не хотите попасть на камеру, не приходите. Но, конечно, фотограф уберёт ваши фотографии, если вы вдруг не захотите на них быть. Так что дожду не дождусь следующей встречи. Она будет 29 октября. Не 28, как я сказал в последнем видео. Немного ошибся. Будет 29 октября. Октября. Это у нас пятница в 10 утра. Здесь в адрес Skyview. Знаете, пора мне уже проводить свою собственную конференцию, потому что... Уж очень много людей в последний раз пришло. Прям всё запланили. Ну да ладно, в любом случае было весело. Давайте переходите на трейды. И помните, что если вы хотите торговать, можете перейти на baby.davincij15.com и получить 3,5 тысячи долларов бонуса на депозит. И также можете перейти на fimex.davincij15.com и также получить бонус на депозит. Так что переходите на baby.davincij15.com прямо сейчас. Делайте аккаунт, вносите депозит и сможете просто забрать эти деньги. А торговать уже с бонусом на депозит. Окей. Давайте уже переходить на графики. Окей, что ж. О, бой. Что же у нас тут происходит с биткоином? Что же он хочет здесь сделать? Итак, как вы видите, мы застряли за 13 эмой. 13 эмой очень важна. Она показывает, в каком направлении сейчас торгуется рынок. Идет ли он вверх или все же вниз. Если мы идем выше, цена остается выше 13 эмой. Если же ниже, остается под ней. Под 13 эмой. Это индикатор того, что мы все еще на медвежьем тренде. Но не беспокойтесь. Их дни уже сочтены. И совсем скоро им понадобится помощь. Как видите, мы застряли сейчас на уровне в 23.6. И это уровень, который очень редко на самом деле удерживается. Вне зависимости от того, насколько он сильный. Хоть тут и достаточно трафика, я не думаю, что он удержится надолго. Я думаю, что мы опустимся как минимум до этого зеленого уровня здесь. И отскочим уже от него. И это будет довольно пугающе, потому что здесь внизу 38.2. И на 38.2 могут быть уничтожены эти области. Потенциально у людей могут стоять стоп-лоссы здесь. И у этих людей потенциально могут быть проблемы. Но суть в том, что импульс не поменялся. И если, например, посмотреть на 4-х часовой график... И знаете, давайте-ка добавим здесь индикаторы. Как видите, здесь нет ничего типа... Нет никаких индикаторов того, что эта штука развернется в ближайшее время. Так что... Ну, не знаю. Потенциально мы можем опуститься даже прямо вниз до 61.8. Но все же... Это только возможность. Просто возможность. Нам нужно дождаться 38.2 и посмотреть, что случится. Если мы упадем как нож до 38.2, тогда это будет прекрасно, потому что, скорее всего, появится отличный отскок. И в таком случае мы спокойно можем перезапустить восходящий тренд. Скорее всего, мы вернемся на эту линию тренда. Через какое-то время. Я бы сказал, что если нарисовать ее примерно таким образом... Это будет самый вероятный сценарий. Как видите, мы пытались остаться выше этой линии, но провалились. И, скорее всего, нам нужно вернуться на нее. Перед тем, как говорить, что мы снова на бычьем забеге. В общем и целом, нужно дождаться каких-либо движений в виде W на биткоине. В конечном итоге, единственное, что вы можете сделать здесь, это шортить. Ну или, если хотите, можете попридержать коней и попытаться закупиться на 38.2, когда мы вернемся до этого уровня. Нет никаких гарантий, что мы действительно вернемся. Мы можем отскочить от этого зеленого уровня. Это очень важная линия тренда. И затем уже взлететь. Учитывайте это, когда будете торговать. Неважно, на бычьей или на медвежьей вы стороне. Просто держите это в голове. Давайте перейдем на эфириум, но перед этим... Помните, что вы можете торговать, как я, например, в шорте. Ну, шорт у меня, конечно, слабенький. Я медведь с бумажными руками. Мои стоп-лоссы прямо очень близко. И посмотрим, сможет ли это привести нас на уровни пониже. Подождем и увидим, как все будет происходить. Как видите, у нас тут есть небольшая хорошая М. Но, скорее всего, она уже в прибыли. На ней уже нужно забирать прибыль. Но подождем и увидим. Возможно, мы еще походим по сторонам какое-то время. Перед тем, как я смогу... ...уже получить прибыль. Помните, что делаю я это на... Переходите обязательно на этот сайт, если заинтересованы в торговле. На бирже с кредитным плечом. Торговать может быть весело, но также это опасно. Так что убедитесь в том, что вы понимаете, что вы делаете, когда торгуете на биржах с кредитным плечом. Можете потерять много денег. Так что обязательно управляйте своими рисками правильно. Давайте перейдем на эфириум. Эфириум у нас... Ох, господи. Он развернулся и пытается подняться выше этого уровня сопротивления. Запустил туда фитиль, а потом такой... Не, все, я устал. О, бой. Ну что ж, это все у нас на эфириуме. Знаете, давайте-ка глянем на эмой. На эфириуме. Давайте глянем. Эмой риббон, давайте выберем один из них. Например, вот этот. Посмотрим, как он выглядит сейчас. На четырехчасовом графике. Как видите, мы отскочили от одна на эмой риббон. Сейчас мы наверху, и выглядит это не очень. А я забыл о открытии эмой риббон здесь. Как видите, биткоин прорвался резко ниже него. И остается ниже. И вы можете сказать, что идем мы по направлению вниз. Но не беспокойтесь, быки. Не беспокойтесь. Мы вернемся назад. И медведи очень скоро пострадают. А мы будем смеяться прямо в их лице. Но не сегодня. Как видите, даже здесь, даже на эфириуме, все выглядит не очень хорошо. По сути, нам нужно заглядываться на шорты на эфириуме. Возможно, сейчас еще рановато. Можем перейти на часовой график. И, как видите, у нас еще есть время для укрепления. И давайте перейдем на... Ну, не на одну минуту. Это прям дико. Если перейдем на часовой график, вы увидите, что полосы Боллинджера у нас сужаются. И у нас еще есть время до того, как эта штука решит, в каком направлении ей пойти. Обычно, когда такое происходит, когда мы укрепляемся таким образом, и находимся в некоторой области, полосы Боллинджера начинают сужаться, как раз перед тем, как прорваться. В каком-либо направлении. Полосы Боллинджера не дают направления, но они говорят о том, что скоро что-то произойдет. Как видите, полосы сузились здесь. Не настолько сильно, как я ожидал, конечно, но все же это произошло. И вот бум. Здесь также внизу было сужение, и затем массивное движение. Еще одно сужение, и опять движение. Причем сильное. В общем, да, полосы Боллинджера показывают о том, что движение прямо за углом. Так что, да, используйте их также. Давайте глянем на четырехчасовые графики. И да, как видите, у нас еще есть пространство для того, чтобы уйти вниз. Мы сейчас ниже 13 ЕМА, и мы спокойно можем дойти до низа этой полосы. Перед тем, как увидим какой-либо разворот. На эфириуме. Так что надо будет подождать и посмотреть. Дава здесь не особо работает. Я бы здесь Дава не доверял. Выглядит все не особо хорошо. Полосы не сужаются на данный момент. Дава имел смысл здесь, например. И, как видите, он мог привести вас к прибыли. Даже несмотря на то, что это был довольно сложный трейд. Потому что стоп-лоссы были уже где-то здесь. Примерно на уровне в 3681. И затем, бум, цена улетела наверх. Окей, что ж, давайте переходить на доминацию. Потому что доминация у нас... Что? Разворачивается? Полностью развернулась. И выглядит это не особо хорошо. Мы шли, шли, шли. И затем внезапно что-то произошло. Как будто кто-то сказал, что доминация больше не растет. И сейчас мы вернулись обратно вниз. Ниже двухсот периодной средней скользящей. И это прекрасно. Я на самом деле удивлен, что здесь нет сопротивления. На которой доминация могла бы внезапно развернуться на нас. Можно было бы сказать, что это где-то здесь. Но я бы сказал, что это сопротивление довольно шаткое. И то же самое здесь. И этого просто недостаточно. Возможно, конечно, что-то такое. Возможно, все эти уровни работают вместе как одно большое сопротивление. Хотя, на самом деле, это не особо. Это... Да, тоже нет. Были закрытия выше этого. Так что, довольно интересно, почему мы развернулись именно на этом уровне. Я не особо понимаю, как это произошло. Если посмотреть на Фибоначчи, вы увидите, что 61,8 был здесь. И я думаю, это был уровень в 78,6. Уровень Святой Дивы Марии, который, к удивлению, был достигнут. На доминации. Такого никогда не было на доминации. Я такого никогда не видел. Но, опять же, я никогда не торговал на доминации. Так что, откуда я знаю? Но все же, вот и оно. Это было довольно страшно. Казалось, что уже все. Сидели, молились Святой Деве Марии. А затем, внезапно... Все это закончилось. Ударились, Эп-78,6. И просто развернулись. Именно поэтому это и называется Святая Дева Мария. Потому что рынок катится на тебя. А затем резко разворачивается. И кажется, что все, тебя убьют и выкинут. А на самом деле нет. Разворачивается в другую сторону. Обожаю такое. Давайте глянем на крипто-пузыри. Не так уж и много здесь зеленого. Скорее всего, здесь просто меньше красного. Не знаю. В любом случае, красного здесь очень много в паре с биткоином. Думаю, все это происходит сейчас на долларе. Думаю, мы немного сошли с привычного нам поезда. Но в долларах, конечно, тут все очень даже неплохо. Очень много зеленого. Но мы определенно хотим больше биткоина, а не долларов. Давайте на биткоин и переключимся. Потому что доллар все равно улетит до нуля. А держать нужно что-то крепкое. А что, у нас есть крепкое? Правильно, биткоин. А почему биткоин у нас крепкий? Потому что биткоин реален. Биткоин с нами останется, и вам нужно быть его частью. Спасибо за просмотр и до скорого. Продолжение следует...